Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Вот оно, ближайшее будущее нашей когда-то исторической игры. Вот такими теперь будут наши корабли, а такими командиры. Вот до чего довели треклятые реформы и разбушевавшийся конвейер новых кораблей. Теперь будем воевать в джакузи и стрелять по уточкам. Впрочем, это и так давно уже мало чем отличается от происходящего в рандоме. Ладно, я, конечно, шуткую, ибо все это безобразие, ну или великолепие, нас хоть и ожидает на самом деле, но в отдельном режиме и в честь 1 апреля. В качестве шутки вполне себе сгодится. Когда-то на 1 апреля было что-то подобное, и народ отзывался хорошо. Кроме этих шуточек, мы сегодня поговорим и про более серьезные и интересные вещи. Но сперва завершим тему первоапрельского ивента. Так в игру будет добавлено 6 кораблей-уточек с новым типом вооружения – минами. Постановка мин аналогична сбросу глубинных бомб. Мины не погружаются под воду, не движутся и взрываются через некоторое время после постановки или при контакте с кораблем противника, с определенным шансом вызывая затопление. Между прочим, мне кажется, что это далеко не просто шутка, а таким образом тестируют минные поля, которые, как уже анонсировали, будут ставиться авианосцами нечетных уровней. Что же касается резиновых уточек, то они упругие. При столкновении друг с другом или объектами на карте будут отталкиваться. Сражения пройдут в формате 9х9 по правилам режима превосходства. Такой вот ивент. Ну посмотрим ближе к делу, насколько это будет действительно интересно. Пока же у меня все это вызывает примерно такой эмоциональный ряд. Ивент начнется в патче 12.2, то есть через обновление. Специально уточнял, на западных серверах все то же самое, как и другие новости патча 12.2. Так что уточки в джакузи это не только лишь наше изобретение. Также в патче начнется ранний доступ к панамериканским крейсерам. В честь события в игру будут добавлены тематические постоянные камуфляжи для кораблей 8-10 уровней и памятный флаг. Украшен порт Рио-де-Жанейро. Довольно красиво выглядит все это дело. А сами корабли, на мой взгляд, достаточно интересные. Обзор вершины этой ветки крейсера Сан-Мартин не так давно вышел на канале. Советую посмотреть. А еще недавно на Бусти вышло новое обучающее видео про особенности и секреты эффективной игры на топовых линкорах Японии, то есть Ямато, Шикишима, Мусаси и Сацума. Советую посмотреть, а заодно получить доступ к целому пласту каждый день выходящих эксклюзивных видео. Плюс особый прямой чат со мной. И все это по символической цене порции мороженого в месяц. Нужные ссылки в описании. Также в версии 12.2 начнется 11 сезон ранговых боев, в котором можно будет принять участие на, обратите внимание, кораблях всех классов, то есть и подлодке тоже. Теперь и в рангах от них не спрячешься. Бои пройдут в следующих форматах. Бронзовая и серебряная лиги 6х6 на кораблях 8-9 уровней. Золотая лига 6х6 на кораблях 10 уровня. А еще в игру добавляют корабли Стар Китокадзе и Стар Эдинбург с характеристиками, аналогичными обычным Китокадзе и Эдинбург соответственно. То есть обратите внимание, что это не просто камуфляжи, а именно новые корабли-клоны по типу черных клонов. Главная особенность этих кораблей заключается в том, что их постоянный камуфляж меняет свой внешний вид прямо в бою, в зависимости от того, обнаружен ли корабль. Звучит интересно. Я просил разработчиков показать, как это выглядит. Они ответили, что обязательно это сделают, как будут готовы. Также в игру добавляют 4 эмблемы командир подлодки, аналогичные существующим эмблемам для других классов кораблей. Условия получения эмблем достичь определенного значения среднего урона за бой на подводных лодках за последнюю сотню боев. Выполняется в случайных боях на подлодках определенных уровней. Вот табличка, я сравнивал ее с эсминцами, и средний урон не сильно меньше эсминцев, особенно на уровне элиты. Но чтобы войти в элиту эсминцев, надо набить 64 тысячи среднего, что, конечно же, на самом деле довольно немного для опытных игроков и вовсе не является чем-то элитарным. А вот сделать на подводной лодке 60 тысяч среднего урона за 100 боев многим явно будет сложнее. Хотя я посмотрел по своей статистике на Балао, я уже несколько перевыполнил планку. Но для этого понадобилось почти 2 года регулярных тренировок на этом классе. Кстати, на Бусти много обучающих видео по подводным лодкам и как на них тащить. Вот что нас ожидает в патче 12.2. Конечно же, это не все. Скорее всего, будут еще какие-то новые интересные новинки, о которых пока не сообщают. Ну а перед этим патч 12.1 также обещает быть интересным. Его анонс мы уже рассматривали ранее. В общем, заняться будет чем, если не на море в кораблях, так в джакузи на уточках. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Субтитры подогнал «Симон»!